Здравствуйте! Я профессор Московского университета, кафедры геохимии и геологического факультета Бычков Андрей Юрьевич, доктор геолого-минералогических наук, и существенная часть моей жизни, она связана с изучением термальных источников Камчатки. Так получилось, что со студенческих лет я попал на Камчатку, в это замечательное место, и был поражен красотами этого необычного края, ну и конечно исследование термальных источников покорило меня на всю жизнь и продолжается до сих пор. Естественно, что возникает вопрос, зачем нам нужно изучать термальные источники, почему это важно, ведь, собственно говоря, что такое термальные источники, связанные особенно с вулканами. Это горячая вода, которая выходит из недр земли, она выносит с собой ряд других компонентов, интересно изучать состав, ну что это, является ли подобной работой просто нашим любопытством, попыткой удовлетворить собственное любопытство за государственный счет, или же здесь содержатся какие-то более глубокие научные задачи. И моя сегодняшняя лекция будет посвящена тем проблемам, которые наука геохимии решает на примере термальных источников, связанных с вулканизмом. Ну и сначала я вам покажу те источники, которые, те геотермальные системы, которые мы изучали. Среди них, конечно, великолепные туристические объекты, которые посещаются тысячами людей, и это самый известный из них, это долина гейзеров. Вот вы видите фотографию долины гейзеров еще в те годы, когда она не испорчена была гигантским обвалом. К сожалению, произошедший обвал уничтожил примерно половину гейзеров, и часть из них образовалась, значит, образовалось большое озеро на месте реки, там перегородило плотиной. Сегодня эта плотина потихонечку промывается, некоторые гейзеры снова работают, и все равно это остается очень интересным туристическим объектом. Конечно, гейзеры завораживают. Гейзеры — это периодические источники, которые имеют несколько стадий в своем извержении, и, таким образом, самая интересная стадия, это, конечно, стадия, когда из земли ударяет фонтан горячей воды. Это гейзер Великан, самый крупный гейзер долины гейзеров. Он, к сожалению, тоже сегодня не такой красивый, но остается таким же мощным. Гейзеры, конечно, очень красивые объекты, они очень завораживают, и, конечно, туристам чрезвычайно интересно посмотреть на эти объекты. И действительно, сюда есть экскурсии. Вы можете сейчас посетить долину гейзеров, хотя она находится в Крановском государственном биосферном заповеднике. Статус биосферного заповедника подразумевает высшую охрану окружающей среды. Здесь запрещается какая-либо человеческая деятельность, но сделано исключение для туристов, которые прилетают на вертолетах, чтобы полюбоваться этой красотой. Конечно, это очень красивые объекты, но гораздо интереснее находящиеся рядом другой объект. Это Кальдера-Узон. Гидротермальная система в Кальдере-Узон, она находится недалеко от долины гейзеров, и иногда эти две системы даже объединяют в одну узон-гейзерную геотермальную систему, хотя они, в общем, разобщены и сильно отличаются по своим свойствам. Что такое Кальдера? Кальдера – это провал в земле. Это вулканическое образование, которое образуется на месте огромного вулкана. Вы представляете себе вулкан, классический конус, под ним есть магматическая камера размером, ну, тогда даже больше, чем сам один вулкан. Магматическая камера заполнена частично расплавленными магматическими породами, и иногда случаются страшные извержения. Иногда в эту камеру попадает очень горячий базальтовый расплав, соответственно, частично расплавленные породы начинают плавиться еще сильнее, и огромная вулканическая постройка проваливается в эту камеру. Проваливаясь, она выжимает на поверхность колоссальные объемы изверженных пород, возникает огромное извержение, раскаленные бомбы летят на десятки километров. Все закрыто, палящие тучи, выжигается все живое. Но, к счастью, на истории человеческой ни одного кальдерообразующего извержения не было. И, собственно говоря, если вы знаете про кальдеру Йеллоустон в Соединенных Штатах, то это точно такой же объект, тоже огромная провальная кальдера с огромным извержением, выбросившим огромное количество пород. И если такое извержение произойдет в Америке сейчас, то всю Америку накроют пеплом. Поэтому за Йеллоустоном следят очень детально, а у нас есть кальдера Узон. Вот вы видите на этом спутниковом снимке такое вот странное образование. Вы видите хребет, который образует хорошо видимую полуокружность. Ну, вторая полуокружность тоже есть, но на ней выросли более молодые вулканы, поэтому она сейчас закрыта более молодыми потоками лав. Это был огромный вулкан, от которого осталось относительно немного. Лишь один кусочек, срезанный разломом, мы сегодня наблюдаем в борту кальдеры. Когда образуется такая кальдера, то она тут же заполняется водой, возникает вулканическое озеро. Как правило, эти озера очень кислые, потому что вулканические газы выносят много серной кислоты и образуется специфическое кислотное озеро. Ну, а потом постепенно реки промывают борта кальдеры, и здесь то же самое произошло, озеро вытекло вместе с рекой, и осталась относительно ровная болотистая местность с отдельными озерами. Конечно, здесь и позже происходили извержения. Последнее, это маар, видите, круглый объект, это кратер относительно молодого вулкана. И вот на этой равнине вы видите белые поля, лишенные растительности. Это и есть термальные площадки, на которых происходит современная гидротермальная деятельность. Почему же нам так интересно эта гидротермальная деятельность? Ну вот, собственно говоря, поближе эта площадка. Здесь мы видим покрытую глиной, это гидротермальная глина, которая получилась в результате того, что горные породы были промыты серной кислотой, все растворилось, осталась одна глина, и на этой площадке мы видим озеро. Это озеро хлоридное, в нем действительно солененькая вода, и это озеро очень глубокое. Оно по диаметру и по глубине примерно одинаковое. Что это за озеро? Это воронка того самого фреатического взрыва. Фреатический взрыв происходит за счет скопившихся в недрах газов и водяного пара. Когда происходит увеличение давления, которое взрывает верхнюю часть, то образуются такие воронки, их довольно много, они образуют ряд таких термальных озер. И, конечно, было бы очень интересно посмотреть на подобного рода фреатический взрыв, но они случаются довольно редко, хотя один раз меньшего размера фреатический взрыв мы наблюдали на термальных площадках. Но самое интересное место, это вот та площадка, которая находится за озером хлоридным. Чем же она интересна? Это одно из немногих мест на земле, где термальные воды приводят к образованию современной минерализации, напоминающей какие-то древние месторождения. Собственно говоря, не так много сегодня, где мы можем напрямую видеть, как образуются месторождения. Вот здесь, если мы раскопаем эту площадку, то мы увидим несколько слоев таких цветных минералов. Верхний это, на самом деле, сульфиды мышьяка, верхний слой это аурипигмент, золотая краска. Потом слой красного реальгара, это тоже сульфид мышьяка, но немножко с другим соотношением мышьяка и серы. И в самом низу мы можем наблюдать аурипигмент, антимонид. Это сульфид сульмы. Ну, небольшое количество есть еще сульфидов ртути, и таким образом здесь образуется ртутно-сульмяно-мышьяковая минерализация. А в общем-то она довольно типичная для низкотемпературных гидротерм и довольно часто сопровождает, например, золотые месторождения. Иногда она проявляется отдельно сама по себе, но здесь она образуется непосредственно на наших глазах. Зачем это нам важно изучать? Ну, дело в том, что человечество зависит от минерального сырья. И сегодня геология дошла до такого уровня, что довольно скоро, ну, буквально в течение, может быть, десятка лет все месторождения, которые выходят на поверхность, древние месторождения, конечно, которые сегодня срезаны эрозией и которые может геолог найти в поле по тем камням, которые торчат на поверхность, они будут все найдены. И таким образом нам придется искать те месторождения, которые не выходят на поверхность, находятся на некоторой глубине. И, собственно говоря, нас интересует, какие признаки мы можем найти на поверхности того, что внизу находится какое-то крупное месторождение. Ну, конечно, проще всего пробурить скважину и найти руду. Но скважины стоят очень дорого. Нам нужно знать, где бурить, какие признаки. Для того, чтобы выявить эти признаки, нам необходимо знать, почему получается руда, почему отлагаются минералы в такой-то последовательности, как они связаны с температурной зональностью, как они связаны, скажем, с другими видами минерализации. Ну и, например, если наверху мы видим низкотемпературную ртутно-сульмяно-мышряковую минерализацию, если внизу золотое руденение, это позволило бы нам найти важные признаки, чтобы искать месторождение у недрых земли. Ну, а здесь замечательная вещь. Если для древних месторождений, мы не знаем ни температуру, ни образования, непосредственно измерить не можем. Не можем измерить состав раствора, который когда-то тек в недрах земли. А видим лишь руду, то есть оставшиеся минералы. Ну и поэтому, говоря, что, в общем, геология, ну как и геохимия, это наука дедуктивная. Она пытается по результатам восстановить процесс. И там, конечно, приходится придумывать способы реконструкции и температуры, и состава растворов. Это все делает наши выводы не вполне надежными. А здесь мы все можем измерить. Вот она температура, вы видите, внизу кипящая вода, она быстро заполняет такую ямку. Здесь можем измерить все физико-химические параметры и понять, как образовалось это месторождение. Ну, конечно, это не месторождение, а скорее это проявление минерализации, но все равно мы можем проверить наши представления на этом объекте. Ну вот, изучая такую зональность, мы видим, что мышьяк, сульма распределяются в разрезе очень специфическим образом, вы видите, еще один выкопанный шуров и образуют определенную рудную зональность, которую можно нарисовать, как такой тор вокруг самых горячих зон. Это зоны из нескольких минералов, которые окружают наиболее горячие точки, там, где кипящая вода подходит к поверхности. И, конечно же, нас начинает интересовать, а как нам измерить параметры? Оказывается, тоже не очень просто, потому что, когда мы начинаем проникать в систему, выкапывать ямку или бурить скважину, мы тем самым воздействуем на систему, параметры изменяются, нам приходится придумывать разнообразные способы, как измерить параметры, так, чтобы вернуться к исходному состоянию системы и попробовать правильно оценить эти параметры. Ну вот специальная аппаратура, которая позволяет измерять PH, EH, сульфидную серу. И вот мы по-разному пробовали измерять эти параметры, видите, и закапывать в ямки, и закладывать в скважины. При этом система восстанавливается, но не всегда она возвращается в прежнее состояние. Оказалось, не все так просто. И вот эта природная лаборатория, она позволила нам не только понять, почему происходит минералообразование, почему образуется руда, но и разработать ту аппаратуру, которая позволяет измерить параметры в очень экстремальных средах. Ну, например, при помощи того же оборудования можно измерять параметры и в нефтяных скважинах, и на дне океана, там, где мы видим тоже гидротермальные системы. И все это было разработано на примере вот этой природной лаборатории Кальдер-Узон. Но оказалось, что не так просто и понять, почему образуется руда. Там понятно, многие факторы отложения минералов там понятны. Вот происходит кипение, да, вы знаете, что в чайнике вода кипит, отлагаются минералы, накипь, ну, это кальцит, который отлагается из-за того, что улетает углекислый газ. Значит, кипение приводит к минералообразованию, охлаждение приводит к минералообразованию, смешение разных вод тоже приводит к минералообразованию. Мы все это видим, но как соотносятся между собой эти эффекты, мы можем оценить только тогда, когда видим их количественное соотношение. И вот это количество соотношение может быть сделано путем физико-химического моделирования. Это сегодня важное направление. Мы можем построить модели, проверить их и решить, каким образом возникает руда. То же самое можно делать для древних месторождений. И таким образом получать сведения, что же нам искать на поверхности. Естественно, что если золото находится глубоко в недрах, что нам нужно искать наверху, на верхних частях, какие элементы будут обогащать породы и указывать нам на то, что внизу находится богатое месторождение. Сегодня задача не решена. Мы только приступаем к ее решению, но первые выводы были сделаны именно на Камчатке и именно в Кальдерюзу. Ну вот, собственно говоря, одним из способов изучения состава раствора были трубочки, которые забивались в грунт, и из них начинала выходить вода. И такие мини-скважины, видите, эта трубочка, простояв 10 лет, заросла гейзеритом, который отлагается из той воды, которую она изливает. Вот она уже много лет изливает эту воду. Это аналог скважин, таких же скважин, которые используются для того, чтобы добывать энергию. Добыча энергии из горячей воды это тоже важная задача, которая решается на геотермальных системах. И на Камчатке есть Мутновская геотермальная станция, где горячая вода, добываемая скважинами, используется, ну там, вернее, не вода, конечно, не вода, а пар. Это смесь газа и воды, кипящая вода с температурой около 200 градусов, крутит турбины и таким образом вырабатывает существенную часть электроэнергии, которой снабжается город Петропавловск-Камчатский. Это Мутновская геотермальная станция, но здесь на этой картинке нет самой станции, поскольку ее нельзя фотографировать. А это гостиница при этой станции. Но вот маленькие домики сбоку, это и есть те самые скважины, по которым поступает термальная вода. И, конечно, всегда изучение геотермальных систем приводит к тому, что возникают новые проблемы, новые задачи. Обычно мы знаем, что жидкая вода прекрасно растворяет. Это удивительный растворитель, прекрасно растворяет многие минералы, выносит множество элементов. Это очень хороший растворитель. А вот водяной пар не очень хороший растворитель. И, собственно говоря, мы знаем, что воду можно очень эффективно очищать перегонкой. Водяной пар не переносит соли, компоненты. Это мы все знаем. Но на Камчатке мы столкнулись с тем, что водяной пар тоже переносит ряд компонентов. И это трудно объяснить. Мы изучали отдельно жидкую и газовую фазу, конденсат и сепарат. Вот установка, расположенная как раз на такой скважине. Это скважина, которая добывает ту самую пароводяную смесь из недр земли для питания турбины. И вот видно здесь сепаратор, который разделяет эти фазы отдельно. Мы собираем одну и другую фазу. И оказалось, что в газовой фазе переносится много элементов. Вот то же самое для поверхности, где была сконструирована специальная установка с холодильником для отбора конденсата. Это оказалось огромным направлением одного. Оказалось, что мы недооцениваем роль газовой паровой фазы в переносе элементов. Оказалось, что чрезвычайно важно учитывать то, что многие химические элементы переносятся в газовой фазе. Да, конечно, знали, что при высоких температурах на вершинах вулканов фумаролы много выносят компонентов. Но даже относительно низкотемпературные паровые струи тоже оказались не пустые. И, соответственно, отсюда можно сделать и эксперименты, и другие исследования, и показать, где же в Земле пар является такой важной субстанцией по переносу элементов. Ну, кстати, греки еще об этом говорили, хотя они детально этого не знали. Одним из очень интересных следствий из наших работ на Камчатке была история, связанная с происхождением жизни. Конечно, сегодня ведутся большие споры и разговоры, где возникла жизнь. Одни говорят, что жизнь возникла в океане, другие, что на суше. Этот спор продолжается. Но самым важным здесь является то, что состав нашей внутриклеточной жидкости не похож на те жидкости в нашем организме, которые находятся вовне клеток. То есть это кровь, лимфы и другие жидкости, которые напоминают состав океанической воды. А вот внутриклеточная жидкость цитоплазма совсем другая по соотношению компонентов. И вот оказалось, что конденсат газовой фазы он очень похож на внутриклеточную жидкость нашего организма. И если внешнеклеточные жидкости напоминают нам о том, что мы вышли из моря, и у первых наших предков кровь была просто морская вода, каких-нибудь медуз, то здесь возникает другая история. А что, если жизнь возникла вот именно в этих самых термальных прудах, где есть тепло, где отлагаются минеральные фазы, где присутствуют необходимые компоненты, есть и сера, и аммиак, азот, необходимый для жизни, могут быть и органические вещества, вот, и также довольно высокие концентрации калия, чего не бывает в других природных водах на нашей планете. И вполне возможно, что первая жизнь зародилась не в океане, а именно в наземных геотермальных системах, которые, конечно, отличались от современных тем, что тогда не было атмосферы, в атмосфере кислорода. И сегодня эти геотермальные системы очень кислые, но в те времена, когда не было кислорода, они были совсем другие. И вполне возможно, что это лучшая колыбель для жизни. Ну и вообще говоря, сегодня мы тоже видим чрезвычайно интересные микробные сообщества, связанные с геотермальными системами. Они образуют так называемые микробные маты. Это такие слои, каждый слой содержит свою культуру, вернее, даже не культуру, свою экосистему, в которой разные микроорганизмы выполняют определенные функции и вместе образуют некоторый консоркциум. В верхней части происходит и фотосинтез, глубже это в основном деструкция, но и происходит еще огромное количество разнообразных химических реакций, потому что термальные источники поставляют этим микробам новые вещества для того, чтобы они могли производить хемосинтез. Там возникают те микробы, которые не зависят от фотосинтеза и могут жить за счет некоторых химических реакций. И вот оказалось очень интересно, эти микробные маты содержат в себе экосистемы, которые на протяжении истории Земли менялись гораздо меньше, чем привычная нам биосфера. Наша биосфера все время менялась, 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 динозавры вымирали, а до этого были еще более страшные катастрофы, ну, например, самая страшная экологическая катастрофа на Земле случилась, когда в атмосфере появился свободный кислород, а до этого она была вся анаэробная и почти вся вымерла. Вот это самая страшная экологическая катастрофа на нашей планете. По сравнению с ней вымирание динозавров, это так, ерунда. Микробные маты на термальных полях продолжали функционировать в одном и том же режиме. Ну, правда, конечно, там появление кислорода несколько изменило, добавило несколько слоев, но все равно там содержатся самые древние микробы, самые древние организмы, которые меньше всего претерпели эволюцию в истории Земли. Вообще говоря, Владимир Вернадский считал, что микробы достаточны для того, чтобы выполнять все функции биосферы. Все биохимические процессы могут быть выполнены одноклеточными организмами. В общем, мы до сих пор не знаем, почему возникла многоклеточная жизнь, зачем природе это потребовалось. И вот самые древние экосистемы мы находим на геотермальных полях. Это очень интересно, и огромное количество микробиологов занимаются этими экосистемами. Это очень трудная работа, потому что большинство из этих микроорганизмов не живет по одиночке. Из них нельзя сделать монокультуру. Они могут жить только в некоторых консорциумах, в экосистемах. И в таком виде их культивировать очень тяжело, потому что чуть не те условия, сразу же меняется видовой состав этой экосистемы. Это очень трудная задача, но очень интересная, поэтому такие геотермальные системы это мекка для микробиологов. Ну вот здесь можно посмотреть, как сверху выглядят термальные источники и вот эти микробные маты. Видите, в источниках белые такие нити. Это теоновые бактерии. Они занимаются тем, что окисляют сероводород кислородом воздуха и тем самым синтезируют себе собственное органическое вещество, наращивают себе собственное тело. И если эти бактериальные маты оказываются в глубине и подвергаются воздействию высоких температур, тех самых температур, которые несут эти самые термальные воды, то органическое вещество этих микробов превращается в нефть. И на этих геотермальных системах мы видим нефтепроявление. Скажем, в Кальдере Узон есть нефтепроявление, где обнаружена самая молодая в мире нефть. Эта нефть настолько молодая, что в ее изотопном составе углерода сохранился радиоуглерод, который образуется на поверхности в результате космических лучей. Это радиоуглерод, который используется для датировки археологических объектов. этой нефти меньше 10 тысяч лет. Ну, примерно там 3-7 тысяч лет она образовалась из бактериальных матов в результате их термальной переработки. И, конечно, вы можете сказать, что это совсем мало нефти, но, тем не менее, эти подходы позволяют нам понять, а как же нефть образуется там, где возникают нефтяные месторождения. Там, конечно, все это происходит гораздо глубже, немножко при других температурах, гораздо медленнее, в осадочных толщах, которые тоже прогреваются, но за счет погружения в недра земли. Но все равно те же самые химические реакции, что сопровождают образование нефти на дермальных полях Камчатки, по всей видимости, происходят и там, где формируются нефтяные месторождения. И сегодня мы с вами видим, что на самом деле нефть продолжает образовываться на наших глазах. Это не то, что она там образовалась во времена динозавров, и сегодня мы ее только вычерпываем. Видимо, нет. Видимо, продолжается этот процесс, и многие месторождения, они оказываются возобновляемыми и через некоторое время дают снова притоки. Ну, собственно говоря, на этом я могу завершить свой рассказ и про геотермальные поля Камчатки. И, конечно, всегда хочется снова и снова посещать эти объекты, изучать их, ну и, собственно говоря, а что же для этого надо делать сегодня, ну, скажем, ученым, которые хотят заниматься подобными вещами. Ну, во-первых, нам нужно сформулировать, придумать ту задачу, ту загадку, которая до сих пор еще не лишена, а потом доказать тем людям, которые распоряжаются финансами, зачем это решение задачи нужно нашей стране. И тогда мы можем получить те самые проекты, которые позволят нам и дальше исследовать термальные источники Камчатки. Вот в Америке исследователи Елоустонского национального парка, они показали, что это огромная опасность, надо изучать, Елоустон может взорваться, и надо тщательно понимать, прогнозировать его поведение. Ну, у нас, скажем, такие же объекты на Камчатке мало кого беспокоят, вот скажем, в центральной России, но тем не менее, есть и интересные научные задачи, которые еще не лишены, и еще много лет будет продолжаться изучение современных геотермальных систем. Продолжение следует...